Да, ну в прошлый раз мы с вами встречались на береговой улице на северо-западе Москвы, в районе Покровска-Свежнего. А береговой проезд, он проходит в другом округе, в западном, и, соответственно, в другом районе, в Левский парк. Да, причем, если береговая улица, она все-таки проходила недалеко от берегов, соответственно, канала имени Москвы и речки Кимки, то эта улица, она проходит не вдоль берега, а она проходит до берега. Вот, и поэтому, если мы, допустим, будем находиться в конце этого, собственно, берегового проезда, то мне даже непонятно, где-то вообще находится Москва-река. Она находится достаточно, ну, не так, чтобы далеко, но все-таки ее, конечно, от конца проезда не будет. То есть это, этот проезд, он проходит в сторону Москвы-реки и, соответственно, до берега Москвы, но не вдоль. Ну, и, соответственно, там был канал Москвы, река Кимка, а тут Москва-река. Ну, и название вроде бы одинаковое, созвучное, а, так сказать, А все остальное отличается. Ну, ради только то, что все-таки имеет какое-то катательство к берегу долиной водной артерии. В данном случае. И на этом проезде нам будет хорошо заметно, как меняется Москва. Просто морские коттоглаза. То есть, что говорили сейчас совсем недавно, буквально там, 3-5 лет назад. И что происходит, буквально за это время произошло. В общем-то, изначально, недолгое время, здесь были две промзоны. Это западный порт и промзонная фили, ну, по сути дела, это зовут Эмиху. К настоящему времени осталась фактически только одна промзона. Это как раз завод Хруничева. Ну, и то, ее уже тоже хотят сносить. И строить между заводом Хруничева жилые дома. Но пока этого нет, пока промзона сохраняется. Опять двое своих крапки глаза, планы-планами, ну, мы говорим о реальность. А вот промзона западный порт практически уже нет. Вот. И она сейчас интенсивно застраивается жилыми домами. Нет ни самого западного порта, на его месте тоже строятся жилые дома. Сейчас уже начали строить, который, собственно, и дал название. Ну, и нет других предприятий, практически тех, которые здесь находились. В том числе, вдоль этого берегового проезда. Надо сказать, что проезд можно разделить как бы на две части. Ну, условно, конечно, да. Одна часть ее начинается как-то от берега Москва-Ритми. И дальше проходит до пересечения с Новопередовским проездом. Это вот как раз бывшая промзона западный порт. А вторая часть как раз идет от Новопередовского проезда и уже до конца улицов до Новозаводской улицы. До конца проезда до Новозаводской улицы. А здесь как раз со мной стороны вторая промзона. Это залы Хруничева. А вот с левой стороны здесь некоторые живые отдыхные здания. Ну, там живые. Их тут совсем немного. Фактически это проезд, когда же не столько проезд, сколько тупик. Потому что он ведет просто к берегу Москвы-Ритми. Или, можно сказать, начинается от берега Москвы-Ритми. Естественно, что по Москве-Ритм это тут никак по воде не проешь на машине, и пешковный проезд. Масса здесь нет. Поэтому, по сути, все убрется на Москву-Ритм. По сути, это, в общем-то, тупик. Ну, конечно, в каком-то смысле можно назвать и проездом. В общем-то. Потому что, все-таки, в основном, это бывшая крайняя промзона. Вот. И жилые дома. Их совсем немного. А если они есть, то только по одной стороне этого проезда. По другой точно нет. Ну, сейчас, опять же, идет застройка. Жилыми домами уже и второй стороны проезда будет, наверное, плохо происходить. Пока этого нет, но, наверное, это не будет. И тогда уже этот проезд, он может окончательно утратить, как говорится, свою, так сказать, проездную сумму. Наринование проезда. Пока еще, все-таки, хоть и с натяжкой, не назвать его проездом можно. А назван так был в 1958 году. Ну, понятно, почему по берегу Москвы. Ну, а до этого, в принципе, здесь. Были, в общем-то, фарморфомные земли. Не было то, что это строительство, которое мы сейчас видим. Значит, давайте посмотрим, кто на этой улице сейчас находится. В настоящий момент. К берегу Москвы не подойти невозможно. Все огородные заборы. Там какие-то булочки ходят. Куда не пускают. Золото следят. Там ворота, забор. Непроницаемый. Поэтому берегу не проникли. Что-то, почему там идет какая-то стройка? Конечно, строится любой бомб. Дальше, там когда-то был, как раз на берегу Москвы, если вот мы идем с начала к концу, да, и вот, соответственно, слева, да, это у нас будет. То есть, мы идем с начала, да, и к ног идет. Слева здесь был заложен пыли. Релезобетонный. В 2015 году он был полностью разрушен в состоянии. Долгое время осталось заброшенным. Уже довольно-то было не работало. Вроде туда лазили. Какие-то там фотографии какие-то были. Сталкирские, поездки там. Ну, в общем, кого-то там ловили. Ну, в общем, страшное место. Да, так. Вот, более, еще, как-то, углублялась по Москве. Репой там рядом, который протекает. Ну, в общем, в итоге, в этой смысле, сейчас строит живой бомб-лист береговую. Ну, в общем, на берегу Москвы. И, так же, собственно говоря, этот комплекс, он большой. И там же был еще автокомбинат. И ним, то есть, там уже были, и рядом был, за ним следовал автокомбинат. На этой территории сейчас вот береговую большую. Вот. И сразу за ним строится большой такой, огромный комплекс, ну, функциональный комплекс Кенигра. Ну, там такой комплекс, ну, такие будут, наверное, скорее всего, это здание. А раньше был весь дерево рабатывающий комбинат, номерский. Вот. это вот если мы возьмем следующее. А с правой стороны, ну, единственное пока еще вроде как работающее производство, ну, и то еще, вопрос. Это завод железобетона педель и труб. Как раз тоже по берегу Москвы. И педель и педель. Вот береги, и педагоги. Но, трудно сказать, работает оно вообще. И, по крайней мере, коллекцию его все не сутри будет. Под реновацию строить, программа реновация строит новый шелый дом. Ну, и дальше идут автокет-центра здания, большое автокет-центра. Раньше когда-то была эта пабрика прачечная. По всему при заводе Хрумчево, может быть, и в других заводах. Вот. Также здесь находится пабрика Фини Вейкер. Ну, а дальше вот как раз идет пересечение с Новопередовским проездом, справа он отходит. Ну, а сюда вот как бы идешь. Вот, права, с тем, там, он за речной везде ходит. Так, и, соответственно, здесь же ходит. ну, идет и проездку да, и за речной. А с ней, соответственно, ведет железнодорога. Передникная ветка. Эта железнодорога, ну, скажем так, раньше, она же ведет, в общем-то, на Долхроничево, но, насколько я понимаю, там движения давно уже нет. Там, во многих местах, ветка просто завалена, там, какие-то быточки около нее, там, рабочие какие-то ходят. То есть, скорее всего, все это тоже территория где-то будет в Дамасковой. Ветку разберут, наверное, ну, если тем более завод, кто еще хотят найти. То есть, это уже, так сказать, ветка проживает в последние годы. Может, не последние, но последние годы. Ну, когда-то, да, мы, да, ездили от станции Пени, ветка длинная, идет от станции Пени, в Белорусском направлении, дальше, вот, вдоль заречной улицы, идет, идет, дальше, пересекается, вот, береговой проезд, и прям, подходит к воротам, продолжим. Дальше, вот, если пройдешь, не проедешь, там, все ворота, конкретный участок, и дальше, она продолжается, по территории завода, проще, и, соответственно, привозить туда, всякие, какое-то сырье, наверное, какие-то материалы, необходимые для производства косметической техники, аппаратов, и так далее. Ну, а дальше, соответственно, уже слева появляются живые дома, живые 16 этажей, это 2008 года постройки, дом, два дома по 5 этажей, это 2010 года постройки, вот, на современнике этого проезда, ну, а также дома 12 и 14 этажей, это 80 года постройки, где-то дома находятся там в глубине, не прямо по линии этого проезда, а чуть-чуть, ну, чтобы увидеть, там, такие кварталы. Ну, а слева, как я, какой-то залог Хромничево находится, у него пропускают, причем один, трогийно заброшенный, весь разлитый, давно уже стоит, прям первый, в третьем плане, заворотник, последний, ну, какие-то вроде бы еще работают, то есть, конечно же, есть какая-то там техника, кроме того, здесь же находится политехнический колледж, это бывший ПТУ, как раз при заводе Хромничево, ну, такого специалиста, ну, и дальше отдел обучения при заводе Хромничево, это бывший вечерний планет института массива. Ну, собственно, и сел, на этом, небольшой проезд заканчивается, меньше километра, его длина, и дальше переходит на заводский Удомик. Ну, доехать сюда, в общем-то, метро достаточно далеко отсюда находится, поэтому лучше стоять на автобусах, или от метро ПИИ на 152-ом автобусе, или от метро ПИИ, на автобусе на 653-е. Ну, что, в принципе, конечно, достопримечательностей здесь каких-то нету, но посмотреть, как меняется Москва на строительство новых жилых комплексов, Переград, и береговой сейчас строится, да, и берегов у Москвы, и посмотреть, можно, конечно, на старые корпуса завода Труйничева, я думаю, для многих может оказаться интимным. Ну, приятных прогулок, и для многих довольствоваться в Москве. Продолжение следует...